Погибшим во время беспорядков казахстанцам спишут кредиты, но только в том случае, если умерший был мирным гражданином, а не террористом. Об этом сегодня сообщили в агентстве по регулированию финансового рынка. По данным властей, в результате январских событий погибли 225 человек. Более 4,5 тысяч пострадали. Пострадавшим в ходе беспорядков предоставят отсрочку по кредитам на три месяца, начиная со дня введения ЧП. В период отсрочки не будут начисляться неустойки. Для этого нужно обратиться в банк. Там заявления будут принимать вплоть до 5 апреля. Кроме того, кредиты военнослужащих и сотрудников МВД, погибших во время беспорядков, подлежат списанию. Такая же работа будет проведена агентством по спискам гражданских лиц, погибших в ходе беспорядков. И как заявили чиновники, все вопросы по списанию кредитов будут решаться в индивидуальном порядке. В случае, если человек принимал активное участие и был признан правоохранительными органами, судом, виновным в этих беспорядках, безусловно, данной меры поддержки на него распространяться не будут. Если же вписки военнослужащих и сотрудников МВД мы уже отработали, по ним уже соответственно работа провела. Писки по гражданским лицам, непричастных к участию неправомерных действий, мы в настоящее время с Министерством труда и социальной защиты тоже отрабатываем. И по ним проведены те же мероприятия, что и предусмотрено для военнослужащих и сотрудников внутренних дел. Далее журналисты спросили финансистов, не было ли оттока капитала из страны во время ЧП. За последние 5 лет в связи с выводом капитала за рубеж было заведено 238 уголовных дел, но ни одно расследование не позволило вернуть деньги. Даже в рамках трех дел, дошедших до суда, вопрос возврата денежных средств не рассматривался, так как в уголовном кодексе обязательства по возврату денег не предусмотрены. Во время беспорядков из Казахстана уехало более 64 тысяч человек. Об этом сообщили в пограничной службе КНБ. Но финансисты заявили, что оттока капитала за это время не было. Я хочу акцентировать внимание, что в рамках исполнения поручения президента по контролю и пресечению незаконного вывода капитала из страны принят совместный приказ Национального банка, агентства по финансовому регулированию и агентства по финансовому мониторингу по усилению контроля за исполнением международных платежей и переводов денег. В рамках данного механизма нами изучается каждая операция на предмет наличия признаков подозрительности. На сегодняшний день я хочу акцентировать внимание, что рисков для вкладчика банки отсутствуют и все средства клиента банка находятся в полной сохранности. По некоторым данным, в течение почти трех десятилетий из Казахстана незаконно было вывезено около 200 миллиардов долларов. Для того, чтобы вернуть эти деньги, предпринимались программы декларирования доходов и легализации имущества, но их эффективность составила лишь долю процента от общей суммы или всего лишь 90 миллионов долларов. Бауржанч Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро ТДК-42